добрый день дорогие подписчики сейчас поедем деревню сниму видео там про глинобитную печь я уже снимал что у нас была находка монеты мы находили при разборке и в соседнем доме осталась похожая печь вот хочу ее осветить показать как выглядела и как они делались все на связи добрались до деревни сейчас посмотрим печку интересно там сделано так снега много дом уже не жилой стенка здесь вынесены для чего правда не знаю суть в том что здесь летом скот заходит и как раз вот она печь отсюда топилась печь глинобитная старая но видно уже что топиться она будет навряд ли теперь то есть здесь карманы это тоже так скажем уже что-то историческое я думаю что спички здесь карманы здесь у нас под что интересно было посмотреть здесь на этой печи то что скот заходил и получается вот эту часть вылезал ну а почему лежит потому что добавляли соль в глину чтобы печь была прочнее видимо при кристаллизации соли то есть увеличивается ее прочность и также видим что здесь делали еще армирование проволокой то есть по технологии когда глинобитную печь делают получается слой за слоем засыпают трамбуют засыпают трамбуют видно да что они идет один уровень 2 даже вот 3 трещины они как раз идут по слоям ну и получается соль засыпали уложили арматуру проволоку следующий слой и вот так слой за слоем ну и плюс получается уже то что говорил добавляют соль добавляли соль в глину вот так это все выглядит в соседнем доме разбирали то есть тоже вот получается взять уровень от пола то есть вот эта часть идет деревянный каркас он типа как опалубки ставится на пол потом здесь засевается доской полностью по всему периметру то есть как часть фундамента и вот эта часть бандажа она полностью засыпается глины сухой то здесь она не трумбуются засыпается и получается она во вязке деревянных коробе лежит то есть ее уже но не смешивать с водой а просто как сухая глина а вот уже от этого уровня начинают глину месить делают такое классичное состояние и укладывают слой за слоем трамбуя на этой печи мы видим что ее еще и армировали верхнюю часть стягивают чтобы печь при расширении то есть и со временем не начала расходиться в соседнем доме когда у нас была разборка старой печи которая в негодность пришла разобрав вот эту часть у нас печь развалилась на две половины труба осталась на одной половине половины печи полностью вывалилась дом то есть он служит своеобразным каркасом для печи посмотрим вовнутрь еще остались такие ремешок кожаный интересно вот раньше делали все надежно то есть и надолго если сейчас мы можем нитку найти то здесь все было из кожи посвете у нас внутри оставить все дрова даже свод целый то есть основная топка там топились дрова сюда уже мы получаем выход огня здесь труба пошла что там у нас в трубе дымоход принципе даже целый еще должна быть у нас где-то вьюшка здесь задвижка стоит то есть тоже уже видимо забитая так чем здесь мы видим тоже что труба она также была из глины глинобитная то есть здесь она не складывалась из камня из кирпича потому что на соседней печи у нас она была как раз из речного камня из глиняного но подобие кирпича так скажем а здесь это полностью глина то есть соответственно для ее постройки по идее мужикам деревне кроме глины ничего не надо было а вот этой стороны как раз видно что у нас печь не стоит на полу я вот это так скажем опалубка с двух сторон и сверху идет вот эта доска которая выложена полностью по всему кругу здесь можно даже что найти интересно кованые гвозди то что были раньше их полностью ковали кузнецы каждый гость и шляпки остриенку интересно видно что печь трескается верхняя часть как правило также нагревалась на ней спали здесь также видно что никаких разделок не делали то есть труба шла в размер как проходила в доме так выходила и сквозь перекрытие единственного там она стянута еще доской но тоже все плотно то есть пожаробезопасности здесь было конечно проблематично видно даже что немного подгорело что такие печени совсем были безопасны из опыта видел что делали корзины также вот в этом в этом месте начинали каркас сделать из дерева но его на расширение брали и это место закладывали камнем также чтобы создать подобие разделки это в другом доме было здесь видим сюда что-то даже подгорало снимал недавно короткий ролик о том что при разборке мы находились старинные монеты вот примерно вот в этом месте то есть или в щелях они были спрятаны или за вот этой доской но факт том что когда мы вот этот бандаж разобрали они вывалились а так ну по идее куда можно в подобных печать печах их положить я не представляю потому что даже глина там сухая здесь она утрамбованная то есть скорее всего как раз вот подобные щели и закладывали в общем вот такое сняли видео для вас про старую печь я думаю что было интересно то есть и слаживается понимание что все-таки для людей кто хотел жить и творить не было никаких преград то есть в деревне был лес была земля то есть с этим работали из этого делали весь свой уют быт то есть соответственно здесь мы видим что это печь сделана полностью из подручного из подножного материала работала грела и люди здесь жили спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на канал всего доброго